друзья приветствую александр из питера передал образцы двух масел это равенол vst 540 полнозольная и такой же полнозольная лукойл genesis armartec тоже 540 вот баночка ой простите коробочка говорился идеально упаковано сейчас я вам покажу что внутри видите все пленкой вот написано равенол чистая отработка лукойл чистая отработка видите здесь как все проложено каждая баночка упакована в пакетик замотана пленкой крышки еще за из загерметизированы изоленты очень супер конечно видите все описание полное описание по маслу результаты из мисс гсм по лукойлу ну и один известный сайт мисс гсм конечно такое непонятная лаборатория они оценивают отработку по госту для свежего самый известный их косяк тоже странно немного непрофессионально да первым делом естественно я проверю свежие свежие вот видите у меня подписано это эталон масло сделан из образца приобретенном на зэс лукойл выпуск 90 девятнадцатого года так смотрите противоизносок 110 процентов чуть выше 1 95 кислотная и 11 11 щелочное щелочное просто один в один совпадает с тем что лукойл заявляет на своем сайте у меня уже были проверки данного масла я посмотрел по моему 19 или двадцатого года я проверял такое масло и там даже есть вставочка с сайта я скрин делал и там указано было щелочное 10 сейчас на сайте лукойл указано 11 1 то есть можно в принципе сделать вывод что чуть чуть они значит усилили пакет побольше накладывают ну и можно проверять отработку значит смотрите это лада калина пятнадцатого года 16 мотор 101 86 87 лошадиных сил объем масла 3 и 5 литров общий пробег менее 40 тысяч километров пробег на масле 2837 километров использовалась с апреля по теперешнее время и топлива кириши кириши 95 это сургут нефтегаз так смотрите 69 процентов по противоизносным присадкам нитрова не окисления в порядке минимальная здесь есть одна сотая процента пассажа но это нормально в принципе и масло мало пробежала 267 кислотное и 8 и 2 щелочное запас еще приличный значит по маслу здесь единственное что вот немножко так напрягает это вода практически 1400 ппм вот но стоит обратить внимание что это пробег за за год практически за год год назад в апреле менялась масло то есть очень маленький пробег в основном езда значит на дачу 80 процентов трассы но трассы медленный много знаков 40 и написано что пенсионерская езда машина сновья в одних руках вот я думаю что средняя скорость здесь совершенно небольшая вряд ли она даже 30 есть на мой взгляд прогрев это все ну и по маслу видно что и воды много сейчас посмотрим по вязкости что вязкость покажет до видим разжижение но это говорит о том что масло в машине мало дают оборотов масло не прогревается до высоких температур чтобы выпарить вот это все топливо и влагу значит по разжижению здесь 45 процентов примерно значит 45 процентов на менее трех тысяч километров то есть с такими темпами конечно долго она не протянет да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик так вы не пропустите новые видео ну естественно поддержите канал ну и сейчас покажу вам оценочный ресурс вот такой вот часов нет средней скорости нет сожалению поэтому приходится оценивать только в километраже то есть данное масло помоющий нейтрализующим свойством 7300 с небольшим километров по нитрованию 6 900 поменьше ну и провалится она конечно 6 755 по вязкости нитрования здесь александр написал что фильтр визуально чистый но это не показатель все зависит от качества бумаги от качества фильтра но может мелкая дисперсная пыль за ли забить и как бы снизить фильтрующую способность фильтра то есть ну хотя бы мне кажется хотя бы можно чуть-чуть ну там раз раз после сезона продувать его хуже я думаю от этого не будет вот такие результаты то есть стоит обратить внимание но это условие эксплуатации видите маша масло не прогревается до высоких температур в машине поэтому такое разжижение поэтому вода присутствует вот такие результаты а сейчас покажу вам кое-что интересное о чем многие спрашивали так сейчас подвину линеечку и посмотрите что у меня есть готов тестовый образец вискометра вот такой визуально такой он гладенький получился полупрозрачный сделать такие голубенькие вот здесь риска стопа ее плохо видно к сожалению на видео но поверьте она есть видите линейку укоротили максимально где возможно отрезали справа и справа ванночки уменьшили по форме слева отрезали вообще лишнее максимальное разжижение риска соответствует концу линейки ну здесь наверное надо продлить немного вот все таки коротковато получилось лучше чтобы там хотя бы сантиметр остался заглушили эти каналы чтобы они не могли пролиться ну и давайте проверим сейчас я прокачу это же масло на этой линейке и потом совмещу значит риски свежего образца и посмотрим насколько корректно она работает или не работает вот чтобы можно было уже запустить скажем так производства так смотрим есть разжижение то есть пока все более-менее похоже так сейчас дойдет до риски стопа для свежего и я совмещу значит здесь не обращать внимание они сдвинулись ну инерции имеет да видно что значит отработка прокатилась дальше чем на чем на оригинальной линейке скорее всего я так анализировал скорее всего канавка где течет верхняя канавка она имеет какие-то дефекты она замедляет скорость свежего то есть здесь данный образец не рабочий я считаю некорректный результат будет выдавать не не сильно но тем не менее тут нужна или постобработка значит канавок именно может быть шкурочкой какой двухтысячный там или его самый минимальный вот или когда надо другие варианты пробовать сейчас есть у меня мысли кое-какие буду буду пробовать вот но пока в данном варианте я считаю что не совсем корректно этот образец работает вот и надо его как минимум переделывать ну по маслу вы надеюсь все поняли по вискометру тоже как бы благодарю александра за предоставленные образцы равенол я сделаю завтра видео смонтирую но равенол не настолько актуален я когда проверял данные по равенолу посмотрел там уже стоимость канистры семь с половиной тысяч это дорого при наличии значит альтернативы в виде вот лукойла газпром нефти g energy синтека я думаю что импортные марки будут сильно терять да даже скорее всего корейцы будут сейчас популярные какие-нибудь соил кексы вот такие недорогие лучшая стратегия сейчас не поддаваться маленький не грести там тоннами я считаю что лучше перейти на отечественное масло менять недорогое максимально по стоимость ориентируйтесь просто меняйте почаще для мотора только будет лучше лучше синтек два раза поменять чем один раз откатать на самом самом топовом там мобили для мотора это лучше поверьте для ресурса мотора это только плюсом будет ну вот такое видео получилось еще раз благодарю александра за образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем естественно мира увидимся следующих видео пока да кстати еще один момент по скрипту на яндекс дзене я завел канал дублирую туда видео рутуб оказался полным днищем обрабатывали пол полдня обрабатывали видео сейчас уже третьи сутки на модерации видео рутуб я не рассматриваю это дно на яндекс дзене ищите алдархосе все еще раз всем удачи и мира пока пока